Здравствуйте! Сегодня вторник, 26 марта. Вы смотрите вечерний выпуск программы «Вот так» на телеканале Белсад. Меня зовут Александр Попко и в ближайший час наша команда расскажет вам о событиях этого дня. Начнем с главных тем выпуска. Руководители ФСБ и Совбеза России заявили, что за атакой в Крокус-Сити стоят украинские спецслужбы. Какие действия последуют за громкими словами? Президент Украины уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Его место займет глава службы внешней разведки. Грузинская партия власти хочет изменить Конституцию, чтобы ограничить права ЛГБТ-людей. Затормозить лето переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Конечно, Украина, так ответил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на вопрос сотрудника федерального телеканала о том, кто виноват в теракте в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Помимо Патрушева, Украину обвинили и другие высокопоставленные российские руководители. Они это сделали после того, как 25 марта сам Путин заявил, что за радикальными исламистами стоит киевский режим и Соединенные Штаты. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается. Утром на пресс-брифинге у пресс-секретаря российского президента попросили уточнить, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть как-то связаны с украинским руководством. На это Дмитрий Песков призвал внимательно следить за словами своего шефа. При этом официальных оценок он не дал. Что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно, и это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики. Но, еще раз повторяю, пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Но у генерального прокурора России Игоря Краснова также нет сомнений, кто ответственен за случившееся. На расширенной коллегии генеральной прокуратуры он заявил, что цель обстрела в территории России и теракта одна – запугать россиян. Поэтому важной задачей является достижение целей специальной военной операции. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик нападения на концертный зал «Крокус Сити-Холл» пока не установлен. При этом вслед за российским президентом и секретарем Совбеза Бортников выступил с утверждением о том, что содействовали атаки, которую готовили радикальные исламисты, спецслужбы Британии, США и Украины. В этом случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация, но есть и уже объемная на работе. Мы считаем, что акцию готовили как сами артикалы и исламисты, так и, естественно, способствовали западные спецслужбы. Повторим еще раз. Главы силовых структур России, ФСБ, Советы безопасности и Генпрокуратуры сегодня заявили о причастности Украины к теракту в Подмосковье. При этом следствие еще продолжается, а заказчик неизвестен. Директор ФСБ Бортников, ссылаясь на задержанных, которым отрезали куски ушей и пытали током, говорит об ангажированности украинской стороны. Говорит, что группа террористов уходила в сторону Украины и их там якобы ждали. На этом основывается версия российских силовиков. При этом утверждение Кремля и российской пропаганды о том, что участники нападения в Крокус-Сити-Холле заранее готовились к отступлению в Украину, поставил под сомнение Александр Лукашенко. Союзник Путина заявил государственному агентству Белта, что нападавшие на Крокус пошли на участок украинско-российской границы, потому что не могли проникнуть в Беларусь. Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы... У нас есть подозрения на некоторых. Это я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя, потому что в первые минуты, как в России часть области перешла в усиленный режим безопасности, так и у нас. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы. Россия отказалась от помощи Интерпола в расследовании этого теракта. Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что России не нужна предложенная помощь, поскольку, цитата, это явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлено на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало исламское государство. А Украина ни при чем. Конец цитаты. Тем временем российский суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении в Крокусе – Алишера Касимова. На заседание пришли его родственники. Касимова отправили в СИЗО до 22 мая. Алишера Касимова обвиняют в том, что он сдал в аренду квартиру одному из подозреваемых в деле о теракте в Крокус-Сити-Холле. В ночь на понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы арестовал четверых предполагаемых участников нападения на концертный зал. На следующий день под стражу были помещены еще трое подозреваемых. Среди них – деловар Исломов, предположительно бывший последним владельцем Белого Рено, который использовали террористы. В Таджикистане местные силовики и российские следователи уже допрашивают родственников подозреваемых в теракте в Крокусе. Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода. Официальных комментариев относительно допросов родственников подозреваемых власти Таджикистана и России пока не давали. А тем временем в Турции задержали почти 150 человек по подозрению в связях с так называемым исламским государством. Эта организация запрещена в ряде стран и объявлена террористической. Турецкие силовики провели массовый рейд одновременно в 30 провинциях страны. Об этом сообщило Министерство обороны Турции. По данным турецкого МВД, правоохранители изъяли у задержанных крупную сумму иностранной валюты, документацию и цифровые материалы. По словам министра, всего с 1 июня прошлого года в стране арестовали более 2000 человек в подозреваемых в связях с джихадистской группировкой. Ранее сообщалось, что Турция передала России сведения о двух участниках теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Перед нападением те недолго были в Турции. Тем временем в Словакии уже задержали мужчину, которого якобы подозревают в контакте с террористами. У него был паспорт Таджикистана и вид на жительство в Украине. Министр внутренних дел Словакии заявил, что в стране будут приняты меры по усилению бдительности, особенно накануне Пасхи. Поскольку, считает министр, теракт в Москве был направлен против всей христианской общины. После задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» и публикации видео с пытками, группировка ИГИЛ-К, то есть ИГИЛ-Харасан, пообещала России новые удары. Также о предотвращении терактов сообщают спецслужбы Франции. О подобных происшествиях в конце прошлого года заявляли Германия, Нидерланды, Австрия и Испания. В странах Евросоюза накануне Олимпийских игр вводят повышенные меры безопасности. Неужели часть разгромленной группировки «Исламское государство» настолько опасна? С подробностями Алексей Стаценко. «Исламское государство» — группировка, известная под аббревиатурой ИГИЛ, была главной террористической угрозой планеты. С конца 2013-го всего за год она молниеносно захватила территорию Сирии с населением 8 миллионов человек. Подпольные ячейки ИГИЛ заполонили всю Азию и Северную Африку. «Исламское государство» пало лишь под ударами коалиции крупнейших стран. В 2019-м лидер ИГИЛ подорвал себя во время операции американского спецназа. «ИГИЛ-К» — афганское отделение «Исламского государства». Оно называет себя «Вилаяд-Харасан» в честь исторической области на востоке Ирана. В Большой Харасан в VI веке входили территории сразу нескольких нынешних стран — Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. ИГИЛ-К отвечает за этот регион. В 2020-м в Кабуле они взорвали роддом с матерями и новорождёнными детьми. Звёздным часом ИГИЛ-К стал вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Накануне смертник атаковал аэропорт, убив более 160 мирных людей и 13 американских военных. В ответ США авиаударом уничтожили автомобиль, в котором, по данным разведки, была взрывчатка для нового теракта. Мы совершили удар по ИГИЛ-К после того, как они убили 13 наших военнослужащих и десятки невинных афганцев. И что касается ИГИЛ-К, мы с вами ещё не закончили. Они остаются очень смертоносной силой. Мы предполагаем, что сейчас в Афганистане могут находиться по меньшей мере 2000 закоренелых боевиков ИГИЛ. И, конечно, многие из них выкатся из тюрьм, которые остались без охраны. Поэтому их число выросло, и я считаю, что в будущем это станет проблемой для Талибана. Талибы – главный враг группировки ИГИЛ-К в борьбе за Афганистан. Кроме того, исламское государство обвиняет их в слишком близкой дружбе с Россией. В сентябре 2022-го боевики группировки Харасан даже совершили атаку на российское посольство в Кабуле, убив двоих сотрудников. Россия является давним врагом более широкого джихадистского сообщества, если вспоминать борьбу в Афганистане против Советского Союза. Джихад также был в Чечне. Другая сторона этого – Россия рассматривается как сотрудничающая с Сирией, борющаяся с мусульманами в Центральной Азии. Муфтий Нематулла был высокопоставленным членом организации ИГИЛ-Кав, который отвечал за безопасность. По его словам, группировка не оставила планов расширить свое влияние в разных странах. Конечно, каждая группа хочет укрепить свою власть. ИГИЛ-Кав в Афганистане и других странах пытается расширить свою, потому что имя исламского халифата является универсальным и всеобъемлющим. Поэтому они говорят, что их джихад и война оправданы. И во многих странах они образовали группы. Об опасности, исходящей от группировки Харасан, регулярно сообщали официальные лица США. Ровно год назад о растущей угрозе упоминалось в докладе для специального комитета Сената по разведке. Я бы хотел сказать, что ИГИЛ-Кав представляет собой несколько большую угрозу. Но прямо сейчас они подвергаются нападению со стороны режима Талибана. И это вопрос времени, когда у них появится возможность и намерение действительно атаковать Запад в один момент. Летом 2023 года семерых граждан Таджикистана задержала полиция Германии и Нидерландов, обвинив их в подготовке теракта по заказу группировки Харасан. Перед Рождеством о похожей операции объявили спецслужбы Австрии, Испании и Германии. В декабре нескольких участников ИГИЛ-Ка изобличили в Кыргызстане, а в январе 2024-го боевики Вилаяд Харасан ворвались в церковь в Стамбуле, расстреливая прихожан. Участники и организаторы нападения, под данным турецкой полиции, были гражданами Таджикистана и России. Алексей Стыценко, Белсад. Ну а к нашему эфиру подключается Олег Игнатов, старший аналитик по России международной кризисной группы. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот сейчас мы только что посмотрели сюжет о ИГИЛ-Ка, но российские спецслужбы, силовики Кремля уже заявили о том, что во всем виновата Украина. Так каких действий, на ваш взгляд, стоит ожидать от российских властей, после того, как Путин и силовики уже определили виновных? Ну, они пока еще не говорят о том, что Украина виновата. Они говорят, что Украина вовлечена, и они обещают, что следствие продолжается, и окончательная версия событий будет представлена позже. Но что касается того, какие, возможно, будут последствия, ну, в первую очередь здесь нужно посмотреть о том, что происходит внутри страны. И сегодня была дискуссия в Госдуме о том, что Россия может пересмотреть мораторий на запрет смертной казни. Это было решение Конституционного суда России. И, по идее, для этого нужно новое решение, нужно, чтобы Конституционный суд как-то пересмотрел это решение, что будет выглядеть довольно странно, но, возможно, будет придумана какая-то специальная процедура для этого. И второе, это, наверное, те последствия, которые возможны в отношении войны в Украине. Мы видели сегодня заявление господина Бортникова, который прямо намекает на то, что украинское руководство может быть целью российских атак в том случае, если будет установлено их соучастие в этом теракте. Поэтому я думаю, что это два главных события. Я не думаю, что это как-то повлияет на решение о мобилизации или не о мобилизации. У этого решения есть своя логика. В целом, вообще, у войны в Украине и российских действий в Украине есть своя логика. И она мало связана с какими-то событиями внутри страны. Но возможные какие-то попытки эскалации со стороны России, как я уже сказал, попытки, например, обезглавить украинское руководство, они, конечно, возможны. С другой стороны, также мы все видели заявления. Последнее время было много заявлений, да, и они постоянно продолжаются. И господина Путина и других представителей российского руководства о каких-то переговорах с Украиной, да, или переговорах с Западом о конфликте в Украине. Но если мы представим себе ситуацию, что Россия обвинит окончательно Украину в том, что она организовала этот теракт или она участвовала в ее организации каким-либо способом, то, конечно, если такие заявления будут сделаны, то уже трудно будет представить о том, что Россия будет говорить о каких-то переговорах с Украиной по поводу окончания войны. Также можно представить и то, что, скажем так, в риторику российских властей, касающиеся войны в Украине, вернется тема смены режима в Киеве. Этого тоже нельзя исключать, потому что сейчас Россия, там, Путин воздерживается от артикуляции каких-то целей войны, да, но если вы посмотрите на его вчерашнее выступление, то довольно непрозрачно намекал на том, что Украина движется, скажем так, к коллапсу и какие-то события в России не сможет остановить этого процесса, это, очевидно, или, наверное, это говорит о том, о чем он действительно думает, да, но если, еще раз повторю, если российские официальные лица, я имею прежде всего президента Путина, если он обвинит Украину в том, что она участвовала в этом событии, да, в этом террористическом акте, то уже, конечно, очень трудно будет представить, что Россия будет строить какие-то другие планы в отношении Украины, кроме завершения войны, которая закончится, да, сменой режима в Украине. Ну вот я хотел бы перейти к вопросу рациональности Владимира Путина. На ваш взгляд, когда Бортников, Патрушев, Путин заявляют о том, что виновата Украина, виноват так называемый коллективный Запад, они действительно в это верят или просто пытаются, или просто лгут, чтобы сохранить лицо? — Знаете, мы не знаем, что они знают, да, то есть вообще то, что происходит вокруг, и то, что произошло, и то, что происходит вокруг, скажем так, расследования этой истории, там очень много непонятного, да, очень странное поведение этих террористов, исполнителей этого теракта, да. И опять-таки обращаясь к тому, что сказал Путин вчера, и как он это говорил, видно, что для Путина то, что произошло, это, скорее всего, очень большой сюрприз. Да, он явно не ожидал того, что будет атака, и атака, осуществленная мусульманами. Да, он несколько раз говорил там про священный месяц Рамадан, но он упомянул российскую позицию по поводу конфликта в Газии. То есть для Путина и для российских властей, наверное, в целом, для российской силовой вертикали, возможно, они что-то и ожидали, но они не ожидали атаки от тех и в том месте, да. И поэтому, конечно, в этой ситуации они находились, наверное, в какой-то момент в состоянии растерянности. И почему возникла история с Украиной, возможно, я пытаюсь как бы сыграть роль адвоката-дьявола и объяснить как бы с точки зрения рациональности их заявления. Ну, было много угроз со стороны украинского руководства по поводу переноса войны на территорию России. И, кроме того, если вы обратите внимание на те заявления, которые они делали, я имею в виду россияне в последние несколько, в последние два года конфликта, то российские силовики несколько раз вбрасывали тему о том, что Украина, вернее, украинская разведка имеет опыт, скажем так, рекрутинга бывших комбатантов ИГИЛа в ряды иностранного легиона. Эта тема звучала в 2022 году, ее сказал господин Нарышкин, то есть глава российской службы внешней разведки. Если продолжать эту тему, просто... Да, российские СМИ заявляли о том, что в Украине... Постоянно заявляют о том, что в Украине и неонацисты и прочее. Но вот я хотел бы вернуться все-таки от риторики к практическим вещам. Агентство Reuters в своем материале Financial Times написали примерно одно и то же. ФСБ перегружено задачами выслеживать украинских диверсантов, держать под контролем антикремлевских активистов и срывать операции враждебных иностранных разведок. Вот именно перегруженность ФСБ на взгляд западных экспертов привела к тому, что они просмотрели опасность в другом месте. Сейчас, после этих заявлений Бортникова, Патрушева и Путина, будут ли российские власти отвлекать ресурсы силовиков на борьбу с исламистами? Или продолжат следить за войной? Я думаю, Россия никогда не... Всегда продолжала бороться с исламистами. Если вы посмотрите, что на Северном Кавказе постоянно... Ну, не постоянно, но достаточно регулярно происходят какие-то операции ФСБ, направленные на задержание так называемого исламистского подполья. Есть разное мнение насчет того, что там происходит в действительности, но, тем не менее, такая информация появляется регулярно. И до этого теракта, кстати, были сообщения о том, что российский ФСБ предотвратило атаку на синагогу в Москве, к которой якобы имеет отношение та самая организация, про которую сейчас говорят. То есть, в целом бы я сказал, что российское ФСБ довольно успешно борется с исламским терроризмом. Но, конечно, то, что произошло, это событие совершенно для них неожиданное, которое они не смогли предотвратить, и какие-то уроки, конечно, они будут делать. Вопрос в том, кто будет назван виновным, какая информация у них есть и что будет установлено в итоге. Но я не думаю, что у России, скажем так, есть дефицит борьбы, дефицит силового ресурса для того, чтобы бороться с терроризмом. То есть, я не ожидаю, ну, другими словами, не следует думать того, что сейчас никто не занимается исламским терроризмом, и вот сейчас, наконец-то, все будут заниматься. Это неправда, да, что огромный аппарат ФСБ, огромное количество оперативников ФСБ задействовано в работе, касающейся на предотвращение таких терактов. Что, конечно, не означает того, что кто-то мог что-то пропустить, кто-то мог совершить ошибку, кто-то не мог получить информацию, или кто-то мониторил не тех, кого нужно было мониторить. Большое спасибо, Олег, за ваш комментарий. Будем рады еще видеть вас в эфире. С нами на связи был Олег Игнатов, старший аналитик по России Международной кризисной группы. Тем временем спасатели МЧС России завершили разбор завалов в Крокус-Сити-Холле. По последним данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 139 человек. Сейчас специалисты работают над их опознанием. По состоянию на вечер 25 марта установлены имена 95 человек. Вот как сгоревший дотла концертный зал выглядит сейчас. Это кадры предоставлены МЧС России. Тем временем после теракта в Крокус-Сити-Холле в России все настойчивее говорят о возвращении смертной казни. На этот раз с таким предложением выступили в Государственной Думе. Лидер Справедливой России Сергей Миронов заявил, что необходимо провести референдум о возвращении смертной казни. Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года Единый день голосования референдума общего национального о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета. Миронова поддержал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вопрос снятия моратория готов рассмотреть Думский комитет по государственному строительству. А вот спикер Госдумы России Володин заявил, что можно обойтись и без референдумов. Достаточно решения в этом вопросе конституционного суда. У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов. И хотя Конституционный суд России отказывается комментировать идею отменить мораторий на смертную казнь, его представитель заявил государственному информагентству ТАСС, что в скором времени судьи будут рассматривать этот вопрос. Не выходите на улицу, оставайтесь дома. Гражданам Таджикистана представители диаспор рекомендуют быть осторожными в России из-за роста ксенофобии. Похожие советы своим гражданам дал и МИД Кыргызстана. После теракта в Крокусе в России вновь заговорили о миграционной политике. Особо радикальные блогеры призывают устраивать на приезжих облавы. Мария Александрова расскажет подробнее. Новая волна нетерпимости к гражданам из Средней Азии. В России на фоне теракта в Крокусе участились облавы на рабочие места и дома мигрантов. Рейды прошли по хостелам Волгограда. Полицейские, видимо, искали в них возможных террористов. В других городах силовики останавливают людей в восточной внешности и проверяют документы. Как пишет база, таджикские диаспоры призвали своих сограждан не выходить из дома по вечерам. Похожие рекомендации выпустил МИД Кыргызстана. Гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию. Прибывающим на территории Российской Федерации гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории России. Если ты таджик, отменяй заказ. С ксенофобией столкнулись таксисты. Пользователи агрегаторов такси отменяют поездки, если узнают, что их повезет гражданин Таджикистана. Проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономического целесообразования использования иностранной рабочей силы. Рост нетерпимости ожидаем, когда ее подогревают на государственном уровне. Так, генпрокурор России Игорь Краснов отчитался, что за прошлый год число совершенных мигрантами преступлений выросло на 75%. Антииммигрантские инициативы полились рекой. В борьбу вступила Госдума и правительство. Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с приезжими двумя годами. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что возьмет под особый контроль места проживания гастарбайтеров. А православный олигарх Константин Малафеев, он же создатель телеканала «Царьград», пообещал создать целый фонд по борьбе с мигрантами. И самое лучшее, что мы можем для этого сделать, это сами писать законопроекты. Прежде всего, конечно, речь идет о той самой миграции. Не хочешь становиться русским, сходи-ка в полицию. Архиепископ Зеленоградский Савва Тутунов одобрительно высказался насчет этнических чисток. На экранах телевизоров атмосфера не лучше. Пропагандисты федеральных каналов разжигают ненависть к диаспорам. А если кто-то приперся в отделение полиции и сказал, я присоединю диаспоры, сразу наручники и депортацию. Еще более радикально высказываются провоенные блогеры. После подобного теракта, исполненного трудолюбивыми сынами таджикского народа, депутатами должен быть остро поставлен вопрос самого существования диаспор. Считаем, что их необходимо на законодательном уровне приравнять к организованным преступным группам, а к руководству участникам относиться соответствующим образом. Нужно приравнивать любых членов диаспор и сами диаспоры к террористическим и обнулять их по упрощенной схеме, как террористов. Кажется, новую государственную идеологию озвучил влиятельный кремлевский философ Александр Дугин. Он написал, что живя в России, нерусским быть нельзя, особенно когда Россия воюет. Мария Александрова, Белсад. Так может ли Россия обойтись без мигрантов? Об этом мы поговорим с исследователем миграции Салаватом Абдулкаликовым. Салават, здравствуйте. Да, здравствуйте. Звучат радикальные высказывания о том, что нужно запретить диаспоры, насильно русифицировать, не пускать в Россию людей из других, рабочих из других государств. Все-таки чем ограничение миграции, трудовой миграции, прежде всего, грозит России? Ну, во-первых, я бы хотел сказать то, что наказывать надо виновных, то есть устанавливать именно тех, кто совершил теракт и кто им непосредственно помогал и осознавал это. А коллективное наказание, коллективная вина является, ну, недопустимой, особенно причастных, особенно тех, кто непринчастен. Да, вот мы же не можем всех мужчин задерживать только потому, что не обращая часть мужчин насильники или не пускать женщин в супермаркеты, если одна женщина украдет хотя бы булку хлеба. То же самое и с мигрантами. Теперь, дело в том, что, ну, как все, наверное, знают, и в России, и также и в Белоруссии, и в Украине, в 90-е годы родилось очень малое число детей. То есть их было крайне мало. Но этому способствовали и демографические волны, и крайне тяжелый трансформационный кризис. И вот вот эти дети, они, рожденные в 90-е, в начале 2000-х годов, они доросли до таких активных, репродуктивных и трудоспособных возрастов. И дело в том, что вот в течение следующего десятилетия, если сравнивать вообще с 2012-м годом, к 2032-му году, в России число людей в возрастах от 20 до 40 лет сократится на целую треть. То есть на 13 миллионов. Уже мы находимся на середине этого пути, но в России наблюдается жесткий дефицит труда, жесткий дефицит кадров. То есть некому работать, несмотря на то, что экономика пошла вниз, из-за того, что какая-то часть трудоспособного населения, они были вытолкнуты из страны. Ну, в том числе и какая-то часть, они перепрофилировались на военное производство. Но при этом у нас уже жесткий дефицит труда, который с каждым годом, вот где-то до середины 2030-х годов, будет углубляться, углубляться и углубляться. А что касается миграции, и временная, трудовая, да, вот это само название говорит, и постоянная, она сосредоточена в трудоспособных возрастах. И она способна хоть немного скомпенсировать вот этот демографический провал, который у нас наблюдался в 90-е, в начале 2000-х годов. Если раньше, 20 лет назад, в Россию ехали люди там из стран Балтии, из Белоруссии, из Украины до 2014 года, до начала войны, также ехали активно, то потом фокус миграции сместился в Центральную Азию. На ваш взгляд, в ближайшие годы из каких стран в Россию будут ехать мигранты? С каждым годом число стран-доноров-мигрантов сокращалось по, естественно, понятным причинам. Из стран Балтии к нам массово ехать не будут, потому что с каждым годом экономический разрыв со странами Балтии увеличивается, увеличивается. К нам не едут даже из Молдовы, хотя, казалось бы, лет 10-15-20 назад очень много было рекламы про молдавских отделочников, молдавских строителей. Все, они профилировались на Евросоюз. Даже Казахстан настолько разбогател, что там зарплаты теперь либо на уровне российских, либо даже выше, и Казахстан будет оттягивать на себя часть мигрантов, которые могли бы поехать в Россию, но теперь поедут в Казахстан. Поэтому вот на данный момент и в скором будущем у нас останется только Узбекистан, который тоже, кстати, стремительно богатеет, особенно после прихода к власти нового президента. И Таджикистан и Кыргызстан, которые, ну, какое-то время будут очень бедны, и, несмотря на развитие, все равно разрыв в экономике с Россией будет еще сохраняться. Поэтому вот набор стран, которые отдают нам мигрантов, которые, кстати, нам так необходимы для экономического развития, с каждым годом все сокращается и сокращается. Если мы говорим про Закавказье, то оно слишком маленькое. Это, во-первых. Во-вторых, Азербайджан тоже потихоньку отваливается, а потенциал Армении и Грузии, он не такой большой. Более того, они сами принимают российских мигрантов, благодаря усилиям партии правительства, довольно усиленно. Возможно ли закрыть Россию от мигрантов из Центральной Азии, как некоторые предлагают, заменив их, например, мигрантами из Северной Кореи? Ну, сложный и дискуссионный вопрос. Ну, в ограниченном таком количестве северокорейские мигранты у нас работали. И вот на строительстве Солнечной Олимпиады, если я не ошибаюсь, и при подготовке к чемпионату мира по футболу, и где-то вот на лесозаготовках в Сибири, на Дальнем Востоке, на каких-то промышленных объектах они встречаются. Но вообще сложный вопрос. Я бы, наверное, даже зашел с другого конца. Вот хочет ли Россия зависеть от Северной Кореи, от воли северокорейского руководства? Если у нас набор стран, которые отдают мигрантов большой, то можно вот каким-то образом то этих нанимать, этих привлекать. А если мы замкнемся только на КНДР, то, грубо говоря, фактически Россия будет управлять северокорейские власти. Как вы... В общем, на этом пока дискуссию можно завершить. Будем внимательно следить за ситуацией. Большое спасибо за очень интересные комментарии. И я думаю, что очень многие согласятся с тем, что миграция – это реальность, с которой российские граждане еще предстоит жить целое десятилетие. Про это нам рассказал Салават Абыл-Каликов, демограф, кандидат в социологических наук, стипендиат Кара и преподаватель Нортумбрийского университета в Северной Британии. На Борисовском кладбище в Москве люди читают молитвы в память об Алексее Навальном. Сегодня 40 дней после смерти оппозиционного политика. С самого утра к могиле приходят сотни людей с цветами и плакатами. Алексей был тем человеком, который показал, что то, что происходит в стране, неправильно так быть не должно и может быть иначе. Человека уже нет с нами 40 дней. 40 дней – это очень много дней. И тем более прошло столько ужасных событий, которые были на площади. Не знаю, Алексей умел находить слова в сложные времена. На могилу к Алексею Навальному пришли его мать и теща, то есть мать Юлии Навальной. На все время российские антивоенные артисты выпустили песню в памяти погибшего политика среди исполнителей Зимфира, Нойземси, Леонид Парфенов и другие. Публичные деятели призывают почтить память Навального. Анимационный ролик с песней уже появился на ютуб-канале «Команды политика». Американскому журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого российские власти обвиняют в шпионаже, продлили арест до 30 июня. Такое решение принял московский городской суд. Под стражей Гершкович находится почти год. Его сдержали в Екатеринбурге и арестовали 30 марта прошлого года. Сам Гершкович и его коллеги категорически отвергают обвинение в шпионаже. Обвинения против Эвана категорически не соответствуют действительности. Это не иная интерпретация обстоятельств. Это вымысел. По прошествии года российское правительство до сих пор не предъявило никаких обвинений и доказательств. Если у Кремля есть хоть какое-то желание спасти целостность России и международное уважение, ему следует поступить правильно и немедленно освободить Эвана. Такие разные судьбы. Американского журналиста судят за шпионаж в России, а основатель Викиликс Джулиан Ассанж, которого обвиняют в США в обнародовании секретных данных, в очередной раз добился успеха в британском суде. Экстрадиция австралийца в Соединенные Штаты опять отложена. Высокий суд в Лондоне поставил ряд условий американскому правительству для выдачи основателя Викиликс. На их выполнение отводится три недели. Если Вашингтон не выполнит требования британского суда, Ассанж сможет подать апелляцию на решение об экстрадиции в Соединенные Штаты, где его ждет пожизненное заключение, то есть 175 лет тюрьмы. Ассанжа Соединенные Штаты обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретной информации. В 2010 году через портал Викиликс Джулиан Ассанж обнародовал секретные документы Пентагона. Из них стало известно о преступлениях американских военных во время войн в Ираке и Афганистане, в том числе об убийстве журналистов и мирных жителей. Белый дом назвал публикацию этих материалов преступлением. Напомню, Ассанж находится под арестом в Великобритании с 2019 года. До этого он семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от правосудия. Джулиан – политический заключенный. Он журналист, и его преследуют за то, что он разоблачил истинную цену войны в человеческих жизнях. Этот случай – возмездие. Это сигнал всем вам, если вы разоблачите интересы тех, кто ведет войну, они придут за вами. Они посадят вас в тюрьму и попытаются убить. Но мы продолжаем выпуск программы «Вот так» на Белсате. Если вы хотите нас поддержать, то ваша активность под видео – это лучший способ это сделать. Если это для вас безопасно, то делитесь своими мыслями в комментариях, ставьте лайк по адресу трансляции и подписывайтесь на наш канал. Ну а теперь о темах, которые обсудим далее. Продолжение следует... Громкая отставка в руководстве Украины. Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ разместили сегодня на официальном сайте украинского президента. О причинах увольнения Данилова официально не сообщается. 61-летний Алексей Данилов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны с октября 2019 года. На его место президент Зеленский назначил уже бывшего главу службы внешней разведки Александра Литвиненко. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале предположил, что Данилов станет послом Украины в Норвегии. Украинские военнослужащие ударили ракеты по десантному кораблю Черноморского флота России Константин Ольшанский. Об этом сообщил спикер военно-морских сил вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Плетенчук заявил, что этот десантный корабль принадлежит Украине, но Россия присвоила его в 2014 году во время оккупации Крыма. Девять лет судно стояло в бухте, его разбирали на запчасти. Затем, когда российские войска поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, россияне восстановили борт и планировали использовать его против Украины. Стоит добавить, что также ВМС Украины подтвердили поражение корабля «Иван Хурс» 24 марта на территории оккупированного Крыма. Кроме того, подтверждены удары по кораблям «Азов» и «Ямал». Все эти суда не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время, отметил представитель военно-морских сил ВСУ. Перенесемся в Россию. В Белгородской области в результате обстрела были ранены три человека. Об этом сообщает местный губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения, по его словам, получили 20 частных жилых домов и хозяйственное здание. Как заявил Гладков, повреждены здания пожарных частей, частные дома, социальный объект и автомобили. Ранены двое пожарных, один из них – начальник караула в тяжелом состоянии. Ранее губернатор заявил о 13 избитых воздушных целях над Белгородом и его окрестностями. Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 13 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» и двух градов. Гладков также рассказал, что этой ночью власти не стали включать сигнал ракетной опасности, чтобы люди не выходили на улицу. По его словам, во время ракетного обстрела находиться на улице опаснее, чем оставаться дома. При этом губернатор предложил местным жителям самостоятельно решить, стоит ли включать звуковое предупреждение ночью. Российская армия нанесла почти 400 ударов по Запорожской области Украины. За сутки в разных населенных пунктах области прозвучали взрывы. Они были вызваны авиа- и артиллерийскими ударами, а также атаками беспилотников. По данным главы Запорожской областной военной администрации, обошлось без жертв. В Черниговской области Украины российская армия обстреляла 11 сел. В результате 4 из них остались без электричества. В Днепропетровской области ударили по городу Никополь. Там пострадала женщина. Атака пришлась на гражданскую инфраструктуру города, в частности на жилые дома. Тем временем в Харьковской области российские военные использовали фугасные авиационные бомбы. Об этом сообщила полиция Харьковской области. По ее данным повреждены или полностью уничтожены 25 домов. Пострадали две женщины. Помимо этого под авиаударами оказались еще 4 населенных пункта Харьковской области. Громко было и в Сумской области Украины. Там в одном из населенных пунктов российская ракета попала в городской центр детского творчества и в частные дома. Теперь к новостям из Грузии. Там собираются ограничить права ЛГБТ. Соответствующие поправки хотят узаконить в Конституции. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта». Оправдывают инициативу сохранением семейных ценностей. Главная поправка по сути запретит проводить митинги, собрания и демонстрации ЛГБТ-сообщества. В том числе и гей-прайды. Кроме того, планируется ввести термин «гетеросексуальность», в частности для усыновления несовершеннолетних или попечительства над ними. А браком будет считаться исключительно союз генетических мужчин и женщин, достигших 18 лет. Если поправки примут, то в Грузии запретят операции по смене пола. Однако эксперты убеждены, что инициатива правящей партии – это стратегический ход перед парламентскими выборами. И власти не станут рисковать отношениями с Евросоюзом и безвизовым режимом, поскольку его главным условием было исполнение грузинского закона о недопущении дискриминации. К нашему эфиру подключаются политологи Лавасадзе, авторы ютуб-канала «Новости Кавказа». Гела, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. На ваш взгляд, насколько серьезны намерения партия «Грузинская мечта» внести в Конституцию статьи о защите традиционной семьи? Ну, давайте начнем с того, что в Конституции Грузии уже есть статья о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Эта статья уже есть лет пять, если я не ошибаюсь, если не больше. И наличие этой статьи совсем не помешало Грузии получить статус кандидата в Евросоюз. Это раз. Второе. Что касается нынешнего конституционного закона, понятно, что сейчас в Конституцию никаких изменений внести грузинская мечта не может. У нее нет конституционного большинства. Называется закон хитро. О семейных ценностях и защите несовершеннолетних. Это очень важный момент. То есть население впаривает следующая мысль. Что, смотрите, несовершеннолетним объясняется, что брак – это не только союз между мужчиной и женщиной, и это действует очень плохо на несовершеннолетних. Поэтому только между гетеросексуальными парами возможно усыновление, возможен брак. Эта конституционная норма уже в Грузии существует. Ну и вот больше всего вызывают неоднозначную реакцию шестой пункт, так называемый, о том, что собрания, направленные на пропаганду однополых семейных ценностей и интимных отношений, внимание, инцеста, усыновление или опеки над несовершеннолетними однополой парой или лицом негетеросексуального характера, медицинского вмешательства, связанного со семейной полой, запрещены. И тут же Мамукан Динераза, который является лидером большинства, объясняет, что любая манифестация в защиту прав ЛГБТ разрешена, а вот на пропаганду однополых ценностей разрешена. Как этот ребус может быть решен, я не знаю. Ну и самое главное. Понятно, что они сами не смогут этот закон принять. Если они этот закон внесут, понятно, что он будет провален. Или же не будет провален, но тогда должна будет поддержать оппозиция. Таким образом, они поставили на шпагат себя, они поставили этим законом на шпагат оппозицию. Если оппозиция не принимает этот закон, то есть не голосует за этот закон, то получается. То есть мечта говорит, партия власти говорит, смотрите, они за пропаганду однополой любви и инцеста. И за то, чтобы несовершеннолетним об этом, обо всем рассказывали, пропагандировали. А если принимают, тогда получается, что как же так против ЛГБТ пропаганды не только мы, но и оппозиция. Понимаете, вот такая вот предвыборная растяжка. И вот выборы в парламент будут уже в октябре. На ваш взгляд, вот этот вот шаг, вот этот ход позволит ли грузинской мечте набрать две трети голосов в парламенте? То есть конституционное большинство? Потому что сейчас, я смотрел опросы, около 35% готовы проголосовать за эту партию. Нет, ну по опросам там по-разному, но в общем-то большинство готово проголосовать. Вопрос, сколько придет там и так далее и тому подобное. Понимаете, чем дело? Это же не один ход, это же целый ряд ходов. Целый ряд ходов, которые направлены на то, чтобы получить конституционное большинство. Конституционное большинство, им нужно уверять не для того, чтобы, скажем так, провести закон об ЛГБТ. У них уже было конституционное большинство и так далее. Но вот этот конкретный закон, эта конкретная инициатива, это, конечно же, растяжка. И это, конечно же, ну как минимум мобилизует их сторонников. Ну и будет дискуссия в обществе. Ну, пропаганда ЛГБТ-ценностей и однополой любви хорошо или плохо в Грузии, подавляющее большинство. Даже абсолютно те, которые настроены антироссийски, которые настроены проевропейски и так далее, скажут, нет. В Грузии подавляющее большинство и против однополых браков. Это понятно. Но, допустим, большинство в мире, если во многих странах и за смертную казнь, но тем не менее, она в многих странах не применяется. От этого люди не убивают друг друга. Но вот хотел бы задать вопрос... Нет, подождите. Причем одну секунду. А причем смертная казнь? Мы говорим о настроении в грузинском обществе. Мы говорим о том, за что голосуют Грузии и на чем играет власть. Со смертной казнью сравнение очень некорректное, кстати. Хорошо. Но вот хотелось бы спросить вас о том, понимают ли законодатели, то есть авторы этого проекта, что все-таки это может вызвать критику в Европейском Союзе и затормозить процесс интеграции Грузии в Европейский Союз? Критику в Европейском Союзе это может вызвать, затормозить процесс интеграции Грузии. Вот этот конкретный закон, если он будет принят, вряд ли может. На самом деле, к сожалению, у нас много вещей, которые, по крайней мере, в 9 пунктов это не входит. И 9 пунктов надо выполнить. А вот то, что мы говорим об этом законе, это просто классический пример еще и отвлечения внимания страны власти. Ну и из нашей дискуссии выходит, что весьма мастерский прием стоит это отметить. А я всегда говорю, что грузинская мечта очень хороший бэк-офис, в отличие от оппозиции. Они работают. Оппозиции, к сожалению, нет. Большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру, объяснили эти сложные перипетии грузинской политики. С нами на связи был Гелова Садзе, политолог, автор ютуб-канала «Новости Кавказа». В США обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Киев. Переправу врезалось большое судно. Мост загорелся, а затем рухнул. Несколько автомобилей, которые были на нем, упали в воду. Тему продолжит моя коллега Полина Евстафьева. Это момент обрушения автомобильного моста длиной 2,5 километра в американском городе Балтимор. Катастрофа произошла во вторник, примерно в час 30 ночи по местному времени. В опору моста имени Фрэнсиса Скотта Киев врезалось грузовое судно. 300-метровый контейнеровоз дали под флагом Сингапура. Оно направлялось через Балтимор в Коломбо в Шри-Ланке. Причины случившегося пока не ясны. В полиции Балтимора исключают признаки возможного теракта или того, что судно намеренно врезалось в мост. Службы экстренного реагирования из транспортного управления Мэрилэнда, а также наши федеральные партнеры, партнеры штата и местные партнеры, незамедлительно прибыли на место происшествия. Мы знаем, что во время обрушения на мосту находились люди, работавшие там. Наши подрядчики. Несколько автомобилей, которые были на мосту во время столкновения, упали в воду. По оценкам спасателей, до семи человек все еще числятся пропавшими без вести. Еще двоих удалось вытащить из воды. Одного человека в очень тяжелом состоянии доставили в местный травматологический центр. У нас есть большая территория, которую мы должны обыскать. Это поверхность воды, недра, а также палуба самого корабля. Мы считаем, что на данный момент ищем более семи человек. Это последняя информация, которой мы располагаем. Однако это очень крупный инцидент, охватывающий очень большую территорию. Работают несколько агентств, поэтому информация может быть изменена. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Губернатор штата Мэриленд объявил чрезвычайное положение. Четырехполосный мост проходил над рекой Потапска. Он был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора государственного гимна США. Если вы посмотрите на то, как он разрушился, это то, что мы называем непрерывной структурой. Каждая маленькая деталь соединена с другой. И, к сожалению, это катастрофический обвал. Это очень легкие конструкции. Судно Дали было зафрахтовано крупной судоходной датской компанией «Майерс». Там, в свою очередь, уже отреагировали на произошедшее. «Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли со всеми, кого это коснулось», – написали они в заявлении. Полина Евставьева, Белсат. На этом наш выпуск подходит к концу. В студии для вас работал Александр Папко. Оставайтесь с Белсатом и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова